Здравствуйте, с вами я, Анастасия Михайловская, вы смотрите программу «Взгляд», и сегодня у нас в гостях Никита Сергеевич Михалков. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Здравствуйте, Настя. Никита Сергеевич, давайте поговорим с вами о том, что для вас русская идея. Для меня даже не русская идея более понятна, а мне более понятно, что такое русская цивилизация. Русский мир, да. Русский мир, ну, понимаете, вот эта вот расхожая таинственная русская душа, особый путь и так далее, хотя все это правда, и таинственная русская душа, и особый путь, но все это упоминается, так сказать, и употребляется в суе. Здесь нету, как мне кажется, уже как бы выхолостился смысл этого. А дело в том, что мы понимаем все прекрасно, я надеюсь, что Россия – это единственный реальный мост между Востоком и Западом. Это действительно реальный, единственный мост, в котором, так сказать, субстанция, в которой абсолютно естественным путем принимают все европейские, так сказать, веяния, движения, историю, культуру. И точно так же органично через нее, через Россию пролетают степные ветры и все, что связано с Востоком, все, что связано с тем, так сказать, с той лесостепью, которая практически, так сказать, потрясающий смысл ее описан у Ивана Николаевича Гумилева. Поэтому, мне кажется, что первое, что необходимо для понимания России – это время. Мы не хотим время тратить. Миру достаточно быть понятным, а Россия хочет быть понятой. Вы как-то сказали, что Америка – это проект, а Россия – это страна. Конечно. Ну, я так думаю. Это единственная святая страна. И мы видим, и мы видим, мы видим результаты этого проекта. Мы видим, вы понимаете, история Америки, она вся построена на потрясающем стечении обстоятельств, которые невозможно придумать более выгодных обстоятельств для того, что называется, так сказать, бизнес. Для того, что называется, так сказать, возможность осуществить глобальный мировой бизнес-проект. Все катаклизмы, которые происходили в мире, они происходили вдалеке от Соединенных Штатов. И если бы можно было каким-нибудь образом эти катаклизмы использовать в свою пользу, Америка это делала. Я это констатирую без всякого, так сказать, без всякого негативного к этому отношения. Потому что убежден, что если бы эта возможность была у России, мы бы тоже действовали так, а почему нет. Но отдаленность Америки и впитывание в себя всего лучшего, всех технологий, человеческих ресурсов, науки, военной науки, это все впитывалось в себя, не проходя через горнила собственного опыта. Вы только вдумайтесь, какая невероятная абсолютная вещь. То есть это англосаксонская цивилизация, которая, в общем-то, впитала в себя всю историю Европы, но при этом она на удалении находится. Но это опыт Великобритании с ее войнами, с ее флотом, с ее владычеством, которая перекочевала, так сказать, на то расстояние, безопасное, откуда можно было пользоваться этим опытом и этим владычеством. И если посмотреть на это внимательно, самое опасное из всего того, что в результате, к чему это привело, это то, что существует очень мощная страна, которая не имеет никакого представления о том, что такое война. Потому что представление о том, что такое война, может иметь только та страна и только тот народ, где война шла на его территории, против внешнего врага. Мне скажут, ну а в Америке тоже была гражданская война. Это совсем другое. Ну, конечно. Это совсем другое. Война между севером и югом, это, так сказать, ну, да, умирали люди, да, были свои герои, но, согласитесь, сравнить Белоруссию, скажем, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, Россию, да любую другую, а Сербию, а вообще всю Югославию. Ну, то, что сейчас происходит в Донецке, собственно, это и есть война между севером и югом. Ну, вы понимаете, что эта война, это страшная, это одна из, вообще, одна из самых страшных, одно из самых страшных проявлений, так сказать, военных конфликтов, когда воюют, так сказать, на своей территории братья. Это страшно, это страшно. Но, и это разъединяет. Война, когда ты воюешь у себя на своей территории против внешнего врага, это война, которая объединяет, но это еще война, которая воспитывает генетическое ощущение страха того, что ты видишь. Почему? Потому что, когда ты воюешь на своей территории против внешнего врага, воюет все. И солдат, и человек, и ребенок, и женщина, и стол, стул, губная помада, расческа, все воюет. Я согласна с вами. Когда мы говорим про Америку, да, она тоже воюет, она все время воюет. Но это война, которая происходит где-то. Она не в... Гробы, которые привозят, да, это несчастье для семьи. Ну да, это, конечно, ужасно, когда там погибло столько-то, столько-то человек. Но все равно, она... То, что опыт этой войны не имеет никакого отношения к генетическому опыту людей, которые на своей территории воевали. А только эти люди могут знать последствия войны и ужас от нее. А бесстрашие по отношению к войне, которые воспитаны войной на чужой территории, а не на своей. Оно воспитывает... Оно в человеке рождает совершенную безопасную безнаказанность. Рождает бесстрашие, потому что ты никогда не испытывал на своей шкуре, что такое внешний враг. И на сегодняшний день, мне кажется, это одна из самых больших опасностей. Одна из самых больших опасностей. Потому что сколько ни говори, ни рассказывай про войну, пока ты этого не испытал сам, или не воспитана в тебе теми, кто это испытал, как, скажем, наше поколение, это опасно. А скажите, пожалуйста, почему сейчас мировая вот эта вот вся масс-медиальная культура переворачивает ситуацию таким образом, что Америка и Европа были победителями во Второй мировой войне? А как иначе? А как иначе? А... Ну, послушайте. Кому нужна правда из них? Когда выгода и комфорт определяют поступки политиков, за которыми стоит огромный бизнес, деньги, оружие, армия и так далее. Когда Америка сделала заложником Европу, которую она охраняла от коммунистической заразы своим ядерным зонтиком. А теперь Европа за это расплачивается. Много ли мигрантов сегодня в Соединенных Штатах? Посмотрите, что творится в Европе. Европа становится колонией Третьего мира. И она станет колонией этой. Потому что Европа населяется с молчаливого согласия Соединенных Штатов людьми, которым абсолютно по барабану все культурные достижения многовековые, европейские. Данте, Микеланджело, Бодлер и так далее. Им это не нужно. Они не хотят говорить на языке страны, в которую они приехали. Они потребители, которые требуют сатисфакции за свое порабощение теми же самыми испанцами, португальцами, англичанами и так далее. И сегодня Европа, играя в свою толерантность, в возможность абсолютной свободы, в необходимость помогать страждущим, за которыми стоит, не стоит ничего человеческого и живого, а стоит вот это вот клише ощущение того, что это и есть настоящая свобода, потому что если мы нарушим права человека, нас могут высечь. дяди издалека своим длинным кнутом через океан нас достать. При том, что дядям это на сегодняшний день разрушение европейской экономики, это задача, это цель для того, чтобы сегодняшние Соединенные Штаты, находящиеся в тяжелейшем долговом состоянии, вывели именно свою, так сказать, продукцию, именно свою экономику, как замещение экономики европейской. Я не политик и не экономист. Это мое абсолютно эмоциональное ощущение. Но я его чувствую шкурой. Я его ощущаю. Я с вами совершенно согласна. То же самое происходит сейчас на Украине, на Донбассе. Конечно. А что Украина... Вот спросите у десяти американцев, хотя бы где территориально находится Украина, или Сербия, или Хорватия, когда президент Буш путает Австралию с Австрией. Это где-то... Вы понимаете, вот это вот пренебрежение с позицией силы, пренебрежение с позицией защищенного, пренебрежение с позицией человека, который лично ни за что не отвечает, но который может руководить, реально руководить миром, реально руководить миром. Если посмотреть, хотя бы какое количество военных баз находится по миру американцев. То есть мир лежит, Европа лежит. Воюет Африка, воюет Азия, воюет друг с другом управляемая, так сказать, ребятами оттуда, и самый лакомый кусок, самый главный центр, самая главная цель, это, конечно же, Россия. С ее недрами невероятными, с ее возможностями, с ее территорией, с ее человеческим ресурсом, и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, причем самое печальное, самое отвратительное, если хотите, как много мы сами сделали для того, чтобы это произошло, 20 лет, 20 с лишним лет, мы отдавали, отдавали, мы разрушали собственную экономику, промышленность, ВПК, мы разрушали в угоду, при том, это не просто выбрасывалось, это за деньги, за бабки отдавалось в чужие руки, и на сегодняшний день под мощнейшим контролем находятся стратегические направления в нашей стране. Это преступление, я считаю. Да коли? Как это можно изменить? Я не верю, вот когда говорят, что есть две башни Кремля, что там что-то решают американцы, что-то решает наш президент. Я с абсолютным доверием отношусь и любовью к Владимиру Владимировичу, Путину. Я считаю, что он единственный, кто может взять это в свои руки и изменить эту ситуацию. Я понимаю, что безусловно над ним давлеет огромный экономический молот, то есть, это олигархическая вся огромная махина. Но как это может измениться? Ну, вы знаете, вообще, глобальные изменения в мире в разные века порождались войной. К сожалению, на сегодняшний день эта война может быть последней, просто практически последней. Когда я задумываюсь о том, что вот в мгновение ока, вот так вот, все, что сделало человечество, может превратиться в прах, вот все, начиная, бог знает откуда, так сказать, 10 тысяч, 100 лет, не, 100 тысяч лет, неважно, вот все, вот это вот вылезание из шкур животных в смокинге, в бикини, вот это все, весь путь человечества, все, что писалось, все, к чему приходило человечество, вся, вся литература, философия, живопись, вот все может просто, просто исчезнуть, как Атлантида, просто исчезнуть. Это охватывает просто ужас. При том, при том, что ведь самое страшное, что разрушение Пальмиры, это чудовищный знак, это зловещий, это зловещий знак. Если разрушается, так сказать, то, что создано твоими предками, чего хранить то, что создали другие, какой смысл? Никакого. То есть, вы понимаете, что воспитались поколения в разных странах, разрушителей, обладающие огромной энергетикой, молодыми, здоровыми, так сказать, телами, горячей кровью и абсолютным отсутствием держания, за что бы то ни было, кроме, так сказать, религиозного, так сказать, направления, будем не так говорить, направления, да? Вы посмотрите на Украине, когда воспитано 23 года, вот дети, которые родились во время перестройки, им сегодня 23 года. Каждый день их воспитывали в определенном русле, пока мы кайфовали от того, что газ идет, нефть течет, бабки сыпятся, чудные украинские девушки, олигархи, отдых, Крым, Днепр, яхты, самолеты, все прекрасно. Куда денутся эти хохлы? Никуда они не денутся, господи! А выросло поколение, их сотни тысяч. Больше, да, это фактически миллионы. Это миллионы людей, которые, которые никогда, если не через кровь, страдания, войну, мучения, самоистребления, истребления других, не поймут и не повернутся лицом к России. Никогда! Они не воспринимают того, что Россия так или иначе спасала и Украину, и все равно, и что это вообще один народ. Это же работали 20 лет, каждый день, Настя! Каждый день, пока мы хлебалом шлепали, пардон, excuse my bad Russian, как говорит наша учительница по литературе, пока мы были абсолютно уверены, что вот все, что вот все, нормально, куда, ну как это можно было не видеть? Ну, я не могу, ну как, ну там же люди живут, там же жили и те родители этих детей, которые учились в других школах, они же должны были видеть, что происходит. Они же не могли не сказать, мы не могли этого не знать. И в конце концов КГБ было, или как там называлось, неважно, ФСБ, разведка, электронная разведка, мощные силовые структуры, лазутчики, там, диверс, ну это же, это же нельзя было не видеть. И настолько не понимать, что каждый день с младых ногтей маленький ребеночек вырастает, так сказать, человека, для которого героем становится Бандера, это преступление со стороны России, это абсолютное преступление тех людей, которые были заняты собой, а не представлением о том, каково будущее у той же самой братской Украины. Я видела в реальности то, что вы говорите, я видела пленных азовцев, ребят, которые, я даже не могу понять, что это, это зомбирование, но уже на уровне какого-то внутреннего, видимо, подкорки, потому что они не слышат то, что им говоришь, такое ощущение, как будто они находятся постоянно под каким-то наркотическим состоянием. Послушайте, вы представьте себе... И главное, что им движет, простите, это ненависть, то есть они живут не потому, что у них есть какое-то движение вперед, они живут, противопоставляя себя России. Вот как с этим можно бороться? Это не зомбирование, это воспитание. вы можете представить себе, ну, вы молодой человек, ну, там 50 лет назад, 40 лет назад, чтобы кто-нибудь из советских школьников сказал бы об отвратительности советской власти, о том, что Ленин совершил страшный переворот и что большевики это люди, которые истребляли национальную культуру и в лице всех тех, кого, допустим, выслали, не говоря о тех, кого расстреляли и так далее. Ну, это же, ну, как, я не могу себе представить, это был бы больной человек, который так сказал. Ну, так говорили диссиденты, потом это стало говорить с женицем. Про школьников, а на школьники, ну, да. Ну, ну, как, вот, это нездоровый мальчик, его надо изолировать. И мы были в этом убеждены. Вот то же самое произошло с ними. И они не зомбированы, они так, их так воспитывали каждый божий день. Ну, как, ну, а как он может по-другому думать, если у него нету абсолютно альтернативы никакой, и не было никакой. Ему же не предлагали, вот, посмотри, выбери вот это, выбери вот это, вот, смотри, вот есть Чехов, а вот есть вот это. А у них же нет выбора. У них выбора не было. Они были, они были целенаправленно, целенаправленно, заточены, вот на то, о чем вы говорите. Ну, посмотрите, то же самое происходит в России. У нас выросла пятая колонна, которая полностью отрицает все русское. Они просто ненавидят все русское. И каким образом они проживают на нашей территории, едят наш хлеб и так далее, получают зарплату государственную, правильно? И вот как это вообще, такой феномен возник на нашей территории? Ну, как вы думаете, это что думаете, что только на Украине, что ли, что шла работа? А здесь, а эти фонды, эти фонды, так сказать, некоммерческие, эти фонды неполитические, как бы, когда тратятся миллиарды долларов на то, чтобы они существовали в разных регионах. Они не работают в Москве и в Занкт-Петербурге, они здесь в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Красноярске, в Казахстане, они есть везде. Это вот то самое подтачивание постепенно. Настя, это очень долгосрочный, очень продуманный, очень холодный проект. Что бы вы мне не говорили про Аллан Далласа. Да. Я тоже, честно говоря, верю в то, что этот проект был написан Америкой в каком-то, может, другом форме, в каком-то другом содержании, в другом содержании. Какая разница, если это случилось? Это говорит Жизинский постоянно. Нам какая разница, это произошло. Понимаете, когда кто-то говорит, вы знаете, вы читали, мы, конечно, читали, ну где, ну где это, посмотрите, это ложь, это абсолютная фальшивка. Посмотрите на наших людей, посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших пионеров, на наши заводы, фабрики, на счастье, колхозь, посмотрите, кто? Это вранье все, это все выдумали, там, так сказать, провокаторы. Но, но, это произошло, и вот все, о чем мечтала Аллан Даллас, вот оно, оно пришло. Поэтому, когда вы говорите про, так сказать, этот вопрос заключается не в одном гонопольском, там, или еще в каких-то личностях, вопрос заключается в их влиянии, ведь Лимонов очень точно написал, что, ребята, это очень мощная сила, она работает каждый день, она по капле исторгает страшный яд, под который попадают, под действие которого попадают самые различные люди, простые люди, обыкновенные люди. Это работа. Посмотрите картину «Солнечный удар», финал фильма, когда подпоручик говорит, я что, не видел? Я все видел. Я что, не понимал? Я все видел. Ни к чему прикасаться не хотел. Думал, он все как-то рассосется. Не рассосалось. И через 15 минут их утопили. Я для этого делаю без сагона, кстати говоря. Потому что не рассосется, так просто. Если об этом не думать, я говорю, да ладно, ну что? Мне кто-то говорит, Киселев, ну не Киселев, где вы, и где это там? Ну что вы, как вам? Ну господи боже, вы себя унижаете, говорят. Это такая ошибочная позиция, такая ошибочная точка зрения. Да-да, если я не буду себя унижать, нет, ну кто они такие? Вот я здесь, а они там, мелочь, все. Эта мелочь проникает в поры, в поры, и вот эта самая позиция, что нет-нет, я даже прикасаться к этому не буду, это так отвратительно, фуа. Я вам очень благодарна, что вы именно этот вопрос вынесли на повестку дня, потому что, если бы не вы, то это бы никто не смог так громко озвучить. Мы говорим о том, что пресса ангажирована Америкой, Европой, что она не русская, что она не ратует за наши интересы. Но пока вы этого не сказали, но это было просто какие-то разговоры на кухне. Но это же ужасно. Но это же ужасно, что вот вы мне говорите, только, ну слушайте, в стране, где 140 миллионов, ну как, ну как, конечно, для дурака, чисто любивого, да, это я, вот видите, какой я, но это же ужасно, если я... Ну вы сказали патриоты, да, вы сказали Эдик Лимонов, я очень рада, что вы назвали его имя, потому что я помню, что у вас был конфликт, но теперь мы, в общем, все оказались по одну сторону баррикад, но нас, патриотов, очень мало. Я вот последний сборский клуб, я просто была в шоке от того, что да, есть патриоты, но во-первых, это все люди пожилые, реально, это люди там за 50-60, молодежи там фактически нет, у молодежи бренд быть, там, как бы, смотреть в Европу, смотреть на европейскую точку зрения и быть, как бы сказать, либеральным взглядом. А наше образование? Когда министр образования сказал, что мы должны воспитывать, раньше советская власть воспитывала творца, а мы должны воспитывать грамотного потребителя. А что будет грамотный потребитель потреблять, если не будет того, кто будет творить? Ну, это же, это же, это же мантра, так сказать, которая сформулирует чудовищное направление образования. Чудовищное. Я не понимаю, зачем с таким трудом в результате возвращать сочинение, отменив его на 20 лет или на сколько, на 15 лет, только потому, что это выдумка советской власти. Я не понимаю, почему нужно возвращаться, для чего нужно ждать 20 лет, чтобы приходить к таким простым мыслям, слушайте, не так это плохо было. А пионеры, что плохого было в пионерах? Ладно. Это была организация, которая, в общем-то, которые вместе жили, которые делали жидкость. Сортивные интересы, да, были какие-то идеи. У них были интересы какие-то, они воспитывались вместе, в неком, так сказать, борились в том бульоне, который прививал им ценности исторические, культурные, литературные. Тогда была идеология, была идея, сейчас идеи нет. Так вот, это и есть то, что просто в более короткие сроки произошло на Украине. Если мы не хотим, чтобы это произошло здесь и сейчас, или завтра, мы должны об этом думать. Это значит, это значит, что на государственном канале человек не имеет права работать, если то, что он пишет в Твиттере, он не может повторить в эфире. он не должен там работать, иди на канал, дождь, или свой организуй, ты не имеешь права, но люди, которые этот канал содержат, они либо не хотят об этом думать, либо специально думают так, чтобы эти люди там работали, но это чистая пятая колонна, это чистая пятая колонна, да ну как, Господи Боже, ну неужели надо выгонять человека, который по-другому думает? Да не надо, не надо его выгонять, он не должен работать на государственном канале, думай по-другому, где угодно. Ты не должен за деньги налогоплательщика поливать этого налогоплательщика грязью, и весь русский мир, и вообще людей, этих иммигрантов, детей, которые сохранили этот русский мир, которые более русские, чем мы, которые приезжают сюда, и которые сохранили язык, прекрасный, чистый, настоящий русский язык, и детей своих научили говорить на русском языке, их нельзя, это преступление их отталкивать. Кто знает, может быть, я бы, вот лично я, была бы моя воля, я бы создал в Думе или в Совете Федерации просто палату, или как угодно называйте, партию иммиграции из этих людей. Может быть, они могли бы просто своим видом и отношением к России остановить беспредел, дураков, провокаторов, чтобы они были честью и совестью страны. Они не виноваты, что их выгнали. Они воспитаны в русских семьях, прекрасных людей, прекрасных людей, цвет наций. Так привлеките их сюда, дайте им возможность решать судьбу страны тоже. Да, они воспитывались в другом мире, но они несут то самое зерно того самого русского мира и русской идеи, о которой меня спросили. Потому что она в них, им не надо ее выдумывать, она в крови, она в их воспитании, она в их коде. Я вам скажу удивительную вещь. На Донбассе была интербригада, которая состояла из французов, итальянцев, испанцев. многие из них были потомками семей наших мигрантов. И когда я спросила одного из ребят, почему он здесь, почему он там не у себя, он говорит, я не могу у себя на родине, во Франции, когда я покупаю бутылку пива для своей девушки, я чувствую, что я спонсирую НАТО. Я не хочу этого делать. Я лучше погибну здесь, потому что, что я могу сказать своим детям, если я не приеду защищать русский народ и русскую идею. Вот вы знаете, если вы сказали про патриотов, мы тоже это слово и это понятие стерли. Вы знаете, кто патриот? Кто работает. Все. Патриот тот, кто работает каждый день на своем месте, не только для себя. Тот, кто делает руками страну, это патриот. И на них нужно, и их нужно звать во власть. Вот то, что раньше называлось пролетариатом, сейчас же совершенно этот класс исчез, то есть стерли. И это тоже истертое уже понятие. Сейчас я не об этом говорю. Вы обратите внимание, как отличаются во власти люди, которые прожили жизнь и поднялись в глубинке от тех, кто приходит во власть из мугимо, условно говоря. Ну, я условно говорю. Посмотрите на мэра Собянина, который неделями проводил, скажем, в тайге, на охоте. Он знает, что это такое, он знает, он знает... Дело не в... Я сейчас говорю не про туризм. На охоте все охотятся сильные мира сего. С вертолетов и так далее. Но посмотрите на Шойгу. Я сейчас, так сказать, абстрагируюсь от каких-то личных отношений. человек, который прожил большую часть своей жизни среди чужого горя. Это другой человек. Он по-другому относится ко всему. К солдату, к людям, потерявшим жилье, кровь, кровь свою, к раненым. всегда готовность. Ведь кого-то это может сломать, обозлить, надломить и превратить, так сказать, в общем-то, в озлобленного либо очень слабого человека, потому что он устал от чужого горя. А кого-то это превращает в того лидера, который знает цену всему. Жизни, смерти, боли, одиночеству, трагедии и так далее, и так далее. Люди, которые во власти должны быть, на мой взгляд, люди, которые знают, так сказать, суть жизни. Я сейчас говорю не то, что всем в лапте и в народ. Нет. Вот почему я убежден, что как можно больше больших совещаний совета министров должны проходить не в Москве. Просто не в Москве. В Томске, в Омске, в глубинке, во Владимирске. А в Тобольске. Потому что, во-первых, это обратная связь. Во-вторых, по крайней мере, шоссе положат от аэропорта до места, где они будут заседать. А в-третьих, это еще возможность людям, которые там живут, увидеть, что их могут услышать. Хотя бы они увидят тех, кто руководит их страной. Я убежден, что, допустим, те, кто добывают газ и нефть, должны жить там и работать, где их добывают. Ну, опять же, американцы. Опять же, американцы. Много в Вашингтоне, так сказать, тех, кто делают машины, заводы, самолеты и так далее, добывают нефть. Они все, они разбросаны по стране, там, где. Мне говорят, ну, кто туда поедет, елки-палки. Ну, не поедут там, найдутся люди, которые будут это делать. Которые, собственно, и делают это, только они делают это руками около скважины, а так они будут это делать на бумаге в тех зданиях, которые там построят. Ну, повторяю, я ведь тоже понимаю, что я, так сказать, я артист, мое место в буфете с утра выпил, весь день свободен. То, что я говорю, это может быть чистая маниловщина. Я говорю только то, что эмоционально ощущаю. Эмоционально ощущаю. Ну, поэтому так нелепо выглядит, собственно, совещание с президентом, когда он говорит с министром, сделали ли вы это, а ты видишь, что они абсолютно не в теме. То есть, они отвечают как-то не в попад, но не все, конечно, там, многие, экономический сектор. То есть, ты понимаешь, что если этот человек действительно отвечает за свою позицию, он должен быть абсолютно в теме. Когда президент по 10 раз говорит, ну, я же вам уже это говорил, а мы отвечаем, да, но мы не поняли, то ты понимаешь, что человек не понимает действительно, насколько важны, он не должен работать. Ну да, насколько важна не его должность, его позиция, его, как бы вот эта ситуация в элите, да, а вот именно... У меня в группе, в съемочной, это тоже, знаете, группа, это как государство, как бы такое, мини-государство, да, у меня не будет работать человек, который мне долго рассказывает, почему он не сделал, вместо того, чтобы быстро сделать, либо сказать, что он этого сделать не может. Я уважаю человека, который говорит, что я этого сделать не могу. Я уважаю, потому что он соразмеряет свои силы со своими возможностями, и, значит, он... можно на него положиться в том смысле, что он не возьмется за то, что он не может сделать. А человек, который говорит мне, я сказал там Петру Николаеву, все, он не должен работать уже. Он у меня работать не будет вот скажите мы вообще выросли на ваших фильмах вот фильм свой среди чужих чужой среди своих я считаю это вообще как гимн национал большевизма то есть вот ничего более трогающего за душу патриотов я не видел никогда вот эта потрясающая сцена где солоницын его внутренний монолог с партией или там где вы идете по путям и ты видишь насколько насколько человек это время это картина вы так это на дружбе она так сказать это не картина так сказать воспевающие там большевизм это романтика времени людей которые верили в то что они делали реально верили в то что они делали их можно простить только потому что они реально верили в то что они делают когда ты читаешь окаянные дни и когда ты видишь эту сумасшедшую фальшь когда люди которые поняли где лежат бабки где власть и они управлен манипулируют с тысячами людей которые запутаны которые потеряли реальные ориентиры где правда где хорошо где плохо почему нужно никогда когда их одурманили это и этой этой абсолютно ложной идеей равенство братства какое равенство когда могло быть когда равенство могло быть как может быть равенство вы учились вы в университете закончили его прекрасно работаете вас назначили на дорогопла высокооплачиваемую должность я нигде не учился пьянствовал развратничал пропил все все спустил и думаю почему почему это у нее я у меня нет кто был никем тот станет всем это один из самых пагубных лозунгов потому что будучи никем можно стать всем идя по одному из двух путей либо научиться у того кто был всем либо уничтожить того кто был всем революция пошла по второму пути уничтожить тех кто был всем и занять их место будучи никем и вот из этого никого вырастает то что вырастало равноправие вот абсолютное равенство может быть только в храме перед алтарем когда и и нищие и министр они абсолютно равнозначно перед алтарем но один потом вышел стал с кепкой а другой сел в лимузин и уехал но там они абсолютно они абсолютно вот они перед богом совершенно вот это 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 при это принцип важнейший а когда мы говорим о так сказать равенстве в быту такого быть не может и поэтому вот этот обман это же обман отобрать отберем заводы отобрали и что какие нужны были потом усилия в индустриализации для того чтобы это ввести в русло строительства и созидания через расстрелы репрессии лагеря тюрьмы когда разгулявшись когда так сказать нагадить в рояль считалось возможностью так сказать присоединиться к мировой культуре когда разрушение не приводило к тому чтобы что-то строить потому что нужно было отобрать отнять землю фабрики вон это все земля крестьянам фабрике рабочим и так далее вот все это весь этот лозунг который а затмил залил кровью глаза огромному количеству людей огромному количеству людей и когда началась чистка в церкви и истребление ее потому что только церковь могла образумить православный народ остановить его сказать стоп секунду вы приступаете не закон страны а вы божеский закон приступать потому что еще до какого-то времени аукали с евангелием креста на тебе нет понимал любой и министр и и и и кучер побойся ты бога что ты столько берешь меня денег он понимал о чем разговор идет побойся бога не я тебе сейчас в лоб дам а побойся бога у меня была идея снять документальную картину потом к сожалению на лопнула в силу того что лопнула власть советская я хотел соединить я хотел снять до доски почета фотографии святых нет доски почет вот доски почет и святых людьми святых уголовников уголовников каторжников каторжников из сибирских острогов убийц их фотографии людей которые убивали других но если соединить взгляд одних и других у тех убийц абсолютно обожествленный взгляд потому что у него есть нечто такое он знает что он приступил и взгляд до я до яра до яркие или передовика с орденами прекрасного человека работающего колоссально но у него в глазах нет вот того я не знаю как это объяснить это различается и вот это вот кто был не кем тот станет всем и разгул который можно было вогнать через насилие насилие монументальную пропаганду железную идеологию страх и так далее и так далее привести к состоянию когда эти испуганные люди когда было надо за два месяца перевозили заводы на урал и через два месяца не выпускали танки где правда хорошо это или плохо где правда для страны если бы этого не было не было бы страны для человека с его свободами или и его жажда этих свобод это ужасно уже меня насилуют меня я не могу сказать я не могу это но где где-то 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 весы где-то где ты можешь взвесить личную свободу и спасение так сказать отечества грубо говоря так пафосно где что ты выбираешь поэтому но это но это вопросы на которые должны отвечать с младых ногтей эти об этом надо думать и заниматься этим с детьми мама говорила воспитывать надо пока лежит поперек кровати лег вдоль уже поздно это правда отец говорил сегодня дети завтра народ и это правда поэтому то что произошло с нашим образованием это катастрофа посмотрите мой без огонь про девочек которые спрашивают кто такой маршал жуков фракасовский кто такой тот потом когда спрашивают они они глупо хихикают не знаю почему милые девки переглядываются а кто такой баре мысль о это знаем и тоже знаем и это знаем да ну это же сигнал ну можно посмеяться над этим какой ужас ужаснуться мне один руководитель руководитель серьезный как так произошло с биосомолом что же это такое вы мне говорите что случилось там это вы должны этим интересоваться интересоваться либо осудить меня либо придумать вы должны вы что у меня спрашиваете мы на кухне сидим вы руководитель вы президента видите там раз в две недели и вы мне задаете этот вопрос ну как это может быть дилетантство непрофессионализм абсолютные так сказать такой милый цинизм очень русский потому что и манилов и обломов при том что так сказать прожектерство манилова милая которая ни к чему не приводила или там так сказать надежды и мечты обломова которые ничего не приводили но в сравнении со штольцем который прагматик и деятельный человек опять же я выбираю обломова где правда потому что обломов это пассивный нонконформист он не он не предает себя он такой он страдает он обижается на захара штольц это деятельнейший человек мог добиться огромных успехов знает как знает где знает где лечиться но он задает вопрос как жить обломов зачем это очень важный вопрос в начале программы вспомнили льва николаевича гумилева я делала с ним последнее интервью он уже фактически не мог говорить после инсульта но он сказал потрясающую вещь он сказал что единственная страна это святая русь вот который есть приставка святая и нас русских может спасти только вера вот как вы относитесь к такому ну я считаю это 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 глобальная правда это космическая правда а ну вы понимаете лев николаевич гумилев уже мог позволить себе это говорить потому что он все остальное уже сделал он рассказал ведь еще и не только что но и как это делается по крайней мере по русскому этносу вообще по всему тому что называется пассионарность рассчитав вообще как это и это может быть путеводитель просто по по жизнь по 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 расчету будущего русского мира и он мог сказать такую фразу что это святая русь ну скажите сегодня это словосочетание в обществе ну какая пармезан это вы про святую руи а то есть все так плохо полный упадок культурное наше общество находится в полной деградации и нет никакой надежды или же все таки вы видите какой то выход наше культурное общество находится в деградации осознанной деградации осмысленной деградации управляемой деградации и только протрезвление и точное название вещей своими именами и принятие по ним решение принятие по ним решение трепаться на кухне какой кошмар это не выход это вот это путь в баржу туда в твиндек которую затопит через 15 минут помню вашу баржу это реальная история реальная история там только еще хуже было их не только этих топили а других просто с камнями бросали и они стояли под водой уже их рыбки оплывали они стали вот в одежде моряки вот они просто трупы вертикально стояли на дне Черного моря их обгладывали хищные рыбы кстати говоря кстати говоря поэтому когда мы говорим об этом состоянии да деградация это осознанная это осмысленная деградация которая подействовала на очень большое количество людей потому что это воспитание бездействия это воспитание пофигизма и всеразъедающей иронии по отношению ко всему живому и прошлому и настоящему и даже будущему это отсутствие той самой идеологии о которой вы говорите это отсутствие той самой русской идеи но я не хочу это так сказать стоять во главу угла потому что это уже изъеденная тема и к ней возвращаться сегодня глупо потому что так сказать она тоже очень осознанно доведена до до своей противоположности уже такое оскомину вызывает но ведь все таки предупрежден значит защищен но не с культурой ли должно как бы начинаться возрождение духа нации ведь так было всегда возрождение а каким образом если сейчас образование у нас полном да они как вы уже заметили культура ну в общем то она тоже совершенно деградировала сейчас там человек который на сцене испражняется он уже как бы считается это вот произведение искусства каким образом вы как человек который в общем то занимает такую высокую позицию именно вот в культуре можете дать совет или повлиять как-то на это кино смотреть невозможно моя позиция в культуре заключается в том что я снимаю но что случилось с русским кинематографом ведь ну а что случилось с русской живопись а с литературой что случилось это вы что думаете может быть когда болеет весь организм и температура 40 есть какие-то здоровые части тела он весь болеет так не может быть это так сказать это априори ну для того чтобы начать это делать нужно расчистить площадку осознать сделанное признаться в том что сделано отвратительного и злого по умыслу или случайно не имеет значения нельзя строить здание на пепелище на развалинах его надо очистить нужно очи нужно вернуться к нулю к осознанию того что за это время совершено преступление по отношению к стране развалилась огромная страна осталась большая ее часть названная россией и эту страну стали делить отнимать у этой страны все что она сделала своими руками распродавать и запускать туда людей которым абсолютно неинтересно будущее нашей страны это надо осознать для начала это надо осознать люди добрые простите христа ради давайте что-то делать а кто будет это делать я не знаю вы сейчас мне говорите адреса не знаю это 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 вот это задача русской интеллигенции не хочется говорить дурного слова дальше как напрашивается это задача русской интеллигенции не сидеть и думать боже мой какой кошмар это власть это суды это да да и власть и суды и полиции все там крупно огромное количество преступников сидит просто и и коррупция все так но сидеть и стенать по этому поводу вместо того чтобы сказать стоп секунду секунду не когда гниет фундамент хорошо политая герань на подоконнике мало защитит от того чтобы обвалился дом а мы занимаемся герани тут и здесь замечательно я ничего не хочу сказать плохого в том смысле что много делается самолет какие-то оружие вооружение потрясающее и это движитель так сказать для страны для технологий конечно конечно это да но это делается людьми которые уже выросли которые как правило воспитаны там в той стране значит нужно нужно очистить для тех кому сегодня двадцать лет ну какой двадцать семь пять воспитание и образование воспитание и образование будущее страны сегодня дети завтра народ если не этим мы говорим давайте займемся пусть читают больше ну пусть а что они будут читать вы знаете что учебник а сваница да сваница и и по-моему алла гербер придумали и издали учебник российского языка нормалек российского языка такой российский язык вот что за этим стоит это как феня видимо да это это вымывание вообще понятие русский язык российский язык а среднеарифметическое никакое бесполое не ощутимо российский язык ну как же у нас же много народов живет в стране есть и русские и нерусские ну почему же я татарина должен говорить на русском языке я говорю на российском языке ах какая замечательная вот это толерантность учебник свернуть и засунуть туда потому что это чистой воды пятая колонна вот чистой воды как я показывал президенту десять лет назад школьную тетрадку тетрадка в клеточку для арифметики на обратной стороне четыре американских президента сорос помог стране не таблица умножения не слова гимна четыре американских президента ну что особенного господи ну дети будут знать нет ребята вы как говорил мой мичман ищи дурака в зеркале матрос Михалков он погрубее говорил вот я помню вашего генерала губернатора который говорил я и есть россия то есть нам нужен видимо такой человек который смог бы прийти и сказать я и есть россия и изменить всю ситуацию у нас есть такой человек его зовут Владимир Владимирович Путин только рядом с ним должны оказаться люди которые то есть у него и есть и такие люди есть такие люди есть мне кажется что на вот в этой конкретной ситуации просто сегодня не хватает той самой политической воли когда человек говорит да я беру на себя он и так берет на себя все но невозможно быть милым всем так не бывает ну так не бывает потому что под куполом благорасположения замечательно цветут и развиваются ядовитые грибы слава богу стали разбираться с НКО хоть понимать кто это а что вы делаете как заверещали все да все гранатасосы они были крайне возмущены за что их вдруг взяли и прижали история с Андроновым журналистская этика нельзя их обижать а кто вот эти они же дети да вот это вот одна и та же история да 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 они же дети поэтому я считаю что ну да ну повоют ну так сказать да но как сказал крылатую фразу президент Российской Федерации если не мы то нас поэтому лучше будем мы чем нас какие ваши прогнозы Никита Сергеевич на следующий 2016 год и ваши пожелания вы знаете я прогнозов не делал я хочу веровать в Господу Бога Иисуса Христа Вседержителя нашего и полагаться знаете как сказал Олешковский замечательная свобода это абсолютное доверие Богу не вера а доверие Богу вот дай в руки твои Господи предаю дух вот это вот это и свобода поэтому прогнозов делать не хочу но знаю одно что просто надо всем на своих местах вкалывать как 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 Папа Карло вкалывать каждый Божий день насколько возможно и я стараюсь этому следовать ну реально ну реально просто вкалывать и получать от этого удовольствие спасибо вам огромное я очень горжусь тем что вы есть вообще и то что вы делаете это для нас патриотов большая очень подмога